Продолжение следует... Мы работаем в команде, и как сегодня мы неоднократно говорили о патологах, и наше взаимодействие обуславливает всю первичную тактику, дальнейшую тактику реастадирования заболевания. Со специалистами лучевой диагностики мы определяем критерии эффективности лечения. Радиологи и специалисты радионуклидной диагностики уже непосредственно работают с нами в непосредственной близости к хирургическому вмешательству. Ну и все мы, конечно же, основываемся в нашей тактике на результате фундаментальных исследований. Когда мы говорим о меланоме кожи, то, естественно, мы говорим о стадировании. Актуальной версией стадирования является GCC, и стадирование как таковое определяет тактику. Соответственно, в этом должны принимать участие хирурги. И обратимся к тем данным, которые есть в настоящее время в России. Этот слайд я уже проводил неоднократно. В России несоизмеримое количество больных второй стадии меланомы кожи. И с чем же это может быть связано? Обратимся к критериям стадирования классификации GCC. Итак, чтобы нам установить стадию, статус лимфоузла, если у нас есть для того показания, о них я расскажу более подробно потом, нам необходимо выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов. Если же биопсия сигнальных лимфоузлов не была выполнена в тех случаях, где она была необходима, мы не можем автоматически выставлять критерии Н0 и в дальнейшем вести пациента по заниженной стадии. И какие же у нас есть показания? Это толщина опухоли по бреслу больше 0,8 мм или тоньше, но с изъязвлением и или высоким методическим индексом. Об этом говорила Анна Сергеевна, лимфовоскулярная инвазия. Все это должно быть отражено в патоморфологическом заключении. И здесь опять вопрос мультидисциплинарности. Мы должны понимать, какое заключение к нам пришло, достаточно ли этой информации для того, чтобы поставить пациенту объективную стадию и дальше подвергнуть вмешательству. И здесь интересная информация. В 2019 году мы собирались на очень интересной конференции эволюции лекарственной терапии злокачественных опухолей. И я тогда проводил опрос по этому же слайду, с чем связано несоизмеримое количество второй стадии по мировой практике. И как отвечали наши слушатели? Обратите внимание, что позднее выявление, да, это бич этого заболевания в нашей стране в том числе. Нет адекватного регистра, отметила треть наших слушателей. И неадекватное стадирование. То есть в данном случае у нас нету какой-то сторонней ошибки или другого мнения. Мы понимаем то, что те механизмы, которые работают сейчас, та маршрутизация, которая в нашей стране присутствует, она неэффективно стадирует очень важное социальное заболевание. В принципе, в чем заключается эта методика? Мы говорили об этом неоднократно на наших мероприятиях и не буду останавливаться подробно. Оно связано с формированием лимфатического картирования, и мы понимаем, что существуют специфические паттерны лимфатического тока, когда один или несколько лимфатических узлов вовлекаются в онкологический процесс первыми. И именно поиск изменений в этих лимфоузлах метастатических необходим на определенных стадиях. Зачем это делать? Ну, как зачем? Но у нас же есть эффективные механизмы, эффективные препараты, которые позволяют нам дальше лечить наших пациентов уже при первых появлениях, при микрометастазах в лимфоузлах. Это оправдано статистически, и у нас самое главное, что в России есть эти препараты. Они есть и в регионах, и в столицах. И поэтому, естественно, эту методику надо выполнять и не оставлять пациента на критерии 0 на длительное время. В самой технике биопсии также была неоднократно у нас отражена, и мы помним про этапы данной операции. Предоперационная половина лимфоэстантиграфия, затем лимфокартирование интероперационное, непосредственно выделение и удаление лимфоузла. И самый, наверное, ключевой момент, от чего мы все зависим от патоморфологического исследования. Это, наверное, самый важный фактор, потому что как бы качество не было выполнено, планирование операции, сама операция, но если этот материал попадает не в референсную лабораторию, не к морфологам, которые могут адекватно оценить материал, всё это будет зазря. И мы просто потеряем информацию. Лимфоэстантиграфия позволяет нам определить специфичность этого лимфоотока, паттерна лимфоотока, потому что различные локализации, различные вмешательства, которые проводились и на конечностях, и на туловище. Я сейчас не забегаю в сторону головы и шеи, отдельно будет у Замира Ахмедовна доклад по поводу специфики меланомы в этой сложной зоне. Но лимфоэстантиграфия позволяет нам определить, куда направлен лимфооток и где нам искать интраоперационно данные лимфоузлы, какие будут особенности этой процедуры. Причём надо понимать то, что те критерии, которые выставляются неинвазивно, это ультразвуковое исследование, компьютерная томография, не определяет возможность поражения этого лимфоузла. Ровно как и дельта накопления радиофарм препарата, также не определяет метастатичность этого узла, повреждённость, задействованность в этом процессе. Размер в данном случае лимфоузлов не имеет значения. Даже в очень маленьких лимфоузлах могут быть скопления опухолевых клеток, которые уже меняют стадию. Тот вопрос, который по-прежнему почему-то не закрыт, хотя он очевиден, можно ли выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов отсроченно. И этот вопрос я задавал в 2019 году. Обратите внимание, что треть наших слушателей считает, что отсроченно выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов нельзя или нецелесообразно. Но опять-таки мы же понимаем, даже если обратимся к рекомендациям НССН или АОР, то первичный этап всё равно биопсии, эксцезия, панч биопсии, какая бы она ни была. И если мы говорим о тонких меланомах, то всё равно эти показания выплывут по заключению гистологического материала. И был ряд исследований, которые анализировал даже длительность отсрочки. Но мы понимаем, что небольшая задержка в диссекции лимфоузла и в конечном итоге не оказывает отрицательного воздействия на статус торожевого лимфоузла, а дальше на прогноз. В любом случае, если эту методику можно выполнить грамотно, адекватно она должна быть выполнена для адекватного стадирования. И опять-таки даже по нашей практике, это опыт уже более двух лет, выполнено 310 мешательств с биопсии сигнальных лимфоузлов. И видите, распределение отсроченного в нашем отделении выполняется в 62% случаев. А первично, когда мы понимаем, что уже клинически очевидна меланома, она может быть верифицирована цитологически, более того, особенно при изъезвлённых формах, мы можем сразу выполнять иссечение с биопсией сигнальных лимфоузлов. И другой вопрос, опять-таки, который по нашей практике и по опыту общения с регионами, и даже в нашем городе, и даже с специалистами нашего же учреждения, почему-то остаётся открытый. И он, в принципе, заслуживает отдельной дискуссии. Уполняет ли тотальную диссекцию после положительного сигнального сторожевого лимфоузла, после диагностики его? Обратимся к рекомендациям. И в данном случае у нас есть два варианта. Либо дальше мы назначаем системную терапию и проводим наблюдение за данной группой лимфоузлов, и выполняются цитроредуктивные вмешательства по показаниям, когда это действительно необходимо, когда лимфоузлы становятся симптомными, или мы понимаем клиническую реализацию метастазов. Но вариант диссекции по-прежнему, конечно же, остаётся. Мы не можем запретить делать, особенно в тех случаях, где это показано. Но у нас есть, опять-таки, статистика 2019 года. И обратите поровну, наши все слушатели, специалисты разделились во мнениях, выполнять её или нет. Но это был 2019 год. И я очень надеюсь, что в 2021 году и 2022 году, мой сейчас доклад не подразумевает голосование, но когда мы его проведём на белых ночах, может быть, эти показатели изменятся. И с чем это связано? С тем, что у нас есть два крупнейших, известных всем исследования. Исследование немецкой группы ДКОК-СЛТ и исследование МСЛТ-2. И оба этих исследования сходятся во мнении, что при диагностике положительного лимфоузла и при адекватной адевантной терапии выполнение лимфодисекции не оправдано. Оно не улучшает принципиальный прогноз. И ключевым моментом является назначение адекватной адевантной терапии. Но хочу заострить ваше внимание, что нельзя путать клинически реализованные лимфоузлы с положительными лимфоузлами при биопсии сигнальных лимфоузлов. Естественно, при клинической реализации показана лимфодисекция. Но, опять-таки, мы наблюдаем тенденцию, и в рекомендациях это прописано. По крайней мере, ВНССН уже быстро отреагировал на те результаты исследований по системной терапии. И в настоящее время, в случаях, когда неблагоприятный функциональный результат после тотальной диссекции, если статус пациента не позволяет это сделать, или каким-то образом склоняет нас к тому, что можно воздержаться от этого воздействия в пользу условной неодивантной терапии, мы прибегаем к предоперационной, преддиссекционной терапии системными агентами, иммунотерапии в частности. И действительно сейчас копится статистический материал для того, чтобы показать, что это действительно очень интересный путь для этих пациентов, когда мы можем это исполнить. Если мы, в принципе, вспомним взаимоотношения с лимфатической системой и меланомой кожи, это же очень долгий и травматичный путь для наших пациентов. В 1907 году это моноблочная диссекция, затем проводился ряд исследований, кто и доказал, что в настоящее время профилактическая лимфодиссекция не показана, слава богу, и мы ее должны выполнять только по показаниям. Типичная операция, вы прекрасно знаете, это и пахобельная лимфоденектомия, и подвздошно-лимфоденектомия, и дополняемая акселярная лимфоденектомия, акселярно-подключичная лимфоденектомия. Опять-таки, я говорю сейчас не о локализациях и голове и шеи. И основные принципы, целостный футляр, удаление лимфоузла в целостном футляре, мы все равно подразумеваем областичность, даже когда мы говорим о таком заболевании, как меланома. И мы обязаны правильно исследовать морфологический материал, наши патологи должны дать четкий ответ в отношении того, что у нас вообще с лимфодической системой в данном коллекторе. И более того, мы можем оценить количество лимфоузлов в заключении морфологическом, которое приходит, например, к нам за вторым мнением или для решения дальнейшей тактики. Насчет адекватности выполнения данного вмешательства, сколько должно быть лимфоузлов в материале, и более того, мы можем оценить специальный коэффициент ЛНР, lymph node radio, который подразумевает отношение количества пораженных лимфатических узлов к общему числу. И есть данные, которые могут нам помочь с прогнозированием дальнейшего течения заболевания. Но опять-таки, ввиду иммуногенности опухоли, это очень интересные данные, и в настоящее время идет естественный переход к системной терапии, нежели к агрессивной хирургической тактике. Посмотрите, какой список широкий по осложнениям после лимфодисекции. Я не буду отдельно на нем останавливаться. Да, есть, безусловно, и пути снижения количества осложнений, качества осложнений. Это и более щадящие вмешательства, это снижение их объема, это, естественно, только по показаниям так называемой лечебной лимфоденектомии или выполненная лимфоденектомия после определения статуса сторожевого лимфоузла, дюбантной терапии. Это модификации, в частности, сохранение большой подкожной вены, это сохранение трога дорзальных сосудов при акселярной лимфодисекции. Эндовидеохирургические методы также применимы в определенных случаях. В ключевых моментах я хотел заострить наше внимание. То есть, взаимоотношение лимфоузлов с лимфоузлами при меланоме кожи это, прежде всего, корректная постановка диагноза в системе ТНМ, соответственно, правильное определение стадии заболевания. А это нам позволит назначить адекватную адъювантную терапию или отправить пациента под динамическое наблюдение. И он будет спокойным. Главное, он будет знать свой прогноз, он будет знать свои перспективы в дальнейшем. Он будет понимать, с какой регулярностью ему выполнять те или иные методы обследования и на чём заострить своё внимание. Циторедукции, лимфодисекции должны быть разумными в настоящее время. Потому что, слава Богу, у нас есть современные методы, которые позволяют улучшить качество жизни больных. И очень важна идеологическая эволюция. Такое сложное словосочетание, я не знал, как это сформулировать, но прежде всего, мы должны эволюционировать. Сами специалисты в отношении к меланоме. Мы должны уважать друг друга, мы должны уважать наших пациентов, и, опять-таки, 19-й год, опрос по поводу тех методов биопсии, которые только что были отражены Марии Альбертовны. Панчи, эксцези, ногтевое уложение исключения, местная анестезия. И я спрашивал, разве так можно делать? И посмотрите, больше половины говорит, что так нельзя делать. А это 19-й год, это всё два года назад. Опять-таки, на белых ночах я проведу заново этот опрос и надеюсь, что наши данные изменятся. И, опять-таки, я тогда спрашивал, почему же не отправить пациента для корректного стадирования в профильное учреждение? Я понимаю, что, и надеюсь, что лень ответила те, которые хотели побаловаться. Но посмотрите, какое количество ответов с какими-то конфликтами с начальством. И действительно была жаркая дискуссия представителями некоторых регионов в отношении, почему же они не отправляют какие-то сложности в бюрократии и так далее. Да на самом-то деле, да что нам это начальство? У нас есть прямой доступ, у нас есть телемедицина, и надо уметь пользоваться этими технологиями. Вот, пожалуйста, наши прямые контакты. Я всегда их оставляю. Мы всегда отвечаем на письма, на все поступающие. Главное, пожалуйста, правильно их подписывать, и чтобы они не уходили в спам. Мы приглашаем пациентов из всей страны, и каждому стараемся помочь. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...